Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Разворот» в студии Вадим Родионов, Оксана Антоненко и звукорежиссер Евгений Копеин. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня участник беспорядков 13 января 2009 года, который только что отбыл 22-дневный срок заключения, Эдгар Горбань. Здравствуйте. Добрый день. Вы вчера вышли на свободу. Да, вчера. И как это было, как вы провели 22 дня в заключении? Ну, первые сутки. Ощущения офигенные, конечно, если можно так выразиться. Приехал домой, маму увидел, папу увидел, сестру покушал, помылся. А начал тюрьмы, ну, первое время, конечно, было тяжело. А потом адаптировался. Ну, 22 дня не так страшно, люди годами сядут. А тяжело было что именно? Тяжело было сама перемена обстановки, перемена вот этих правил всех, что происходит вокруг, потому что это, ну, в корне отличается от вот этой жизни, которая на воле происходит. Вы сказали, упомянули о том, что первая ночь, первая ночь была тяжелой сама? Да, потому что меня посадили в камеру, передавили на заключение в Чекуркаунсе, там сидел со мной человек, который употреблял героин, у него были ломки, от него воняло очень сильно, а камера где-то 2 метра в ширину была. Вот, у меня даже приступ к клаустрофовии был. А потом? А потом меня перевели в этот Чекуркаунс, ой, в эту, значит, тюрьму. Там уже было чуть попроще, потому что там можно было выходить на улицу гулять. Ну, ребят было много. А какие люди вас там окружали? Люди разные абсолютно. Некоторые были задержаны за пьяную езду, другие за кражи, за всякие преступления. А сколько человек в камере? Ну, когда я уезжал с отряда, там было 16 человек. Ну, количество постоянно менялось, потому что с нами сели суточники, у всех были маленькие срока, потому одни приходили, другие уходили. То есть, заключенные, которые были, подозревали в совершении каких-то тяжелых уголовных преступлений? Нет, там были все осужденные уже, там не было подозреваемых. То есть, были осужденные? То есть, вы были еще те, кто находился под арестом? Нет, в тюрьме держат тех, кого уже осудили и доставили, ну, в тюрьму, а в камере предыдущего заключения, в Чакуркаунсе, держат тех, кого задержали. То есть, тебя могут на улице задержать, привезти, тебя могут привезти с суда, ну, как меры заключения, если забирают, ну, человеку для стражи. А люди, которые сидели с вами уже в тюрьме непосредственно, среди них были, вот, как вы говорите, кто там, не знаю, за пьяную езду задержан, и люди вот вашего, скажем так, срока, не знаю, там, статьи закона, или все-таки бывали люди, которые осуждены за тяжелые преступления? Ну, в нашем отряде все иллюзии, в тех, у кого срока до девяносто суток, то есть, они считались арестантами, это был восьмой отряд, отряд суточников. Но в этом отряде все иллюзии, которые до этого сидели в тюрьме почти все же день, ну, то есть, там рецидивисты тоже были. Рецидивисты были, да. А как у вас с ними складывалось общение? Нормально, ну, как ты себя поставишь, так и с тобой будут общаться, да. Были люди, которые все время сидели, молчали, были те, которые ходили, разговаривали, ну, то есть, нужно было присматриваться каждому, потому что, ну, там могут к тебе иметь сразу интересы абсолютно. Но у вас все-таки, как у человека, у которого нет большого опыта пребывания в подобных местах, наверное, не было какое-то представление, вот, как себя нужно вести, чтобы не было проблем? Ну, первые дни было страшно, конечно, да, потому что новая обстановка, ничего не понятно, а потом ты присматриваешься, смотришь, как ты что делаешь, что говоришь, адаптируешься просто. Но вас приняли нормально вообще? Меня приняли хорошо, да. Удалось с кем-то пообщаться, разговаривать? Да, я со всеми общался, и с администрацией, и с заключенными. А как воспринимали ваши коллеги, по несчастью, если так можно выразиться, как они воспринимали вашу статью? Ну, вообще особо никак, потому что они, люди от политики далекие, они воспринимали это, как только что, вот, ребята в ЛБ лазили и машины ментовские переворачивали, извиняюсь за такие слова. То есть, политическим заключенным вас не считали? Не считали, да. А вообще, в принципе, там такое понятие есть, вот, по нашим временам? Ну, там люди вообще этим вопросом не задаются. Для них главное, это вот то, что есть полицейские, есть они, и это вот постоянно вражда. Ну, есть так называемые уважаемые статьи и неуважаемые статьи. Ну, в этой иерархии, скажем, тюремного мира? Ну, по сути, нету. Ну, как человек себя поведет? Он может попасть за мелкую кражу, но он себя будет вести достойно, и он требует все иметь там, а может попасть за какое-то большое преступление, да, но себя поведет недостойно, и к нему будет такое же недостойное отношение. А что значит достойно и недостойно по меркам тюрьмы? Ну, это значит не воровать ни у кого, ничего не стучать, то есть, ну, не обеспределить. А вас вот к этим, не знаю, негласным правилам, как-то адвокаты, может быть, или друзья, знакомые, как-то готовили, или вот на месте пришли и разбирались? Ну, мне только говорили, что нельзя брать с собой хорошую одежду, потому что у тебя ее тут же отберут. Вот. Ну, так я толком ничего не знал, что там будет. Я вот приехал уже, присмотрелся сам. А сами себя политическим заключенным считаете? Ну, вообще, трудно себя ассоциировать с теми событиями, потому что они происходили пять лет назад, и вот этот тот мальчишка, 16-летний, который участвовал в беспорядках, очень сложно переносить на себя вот эту ответственность, потому что ты уже совсем дорогой человек, твоя жизнь связана со всеми другими вещами. Ну, просто воспринял это как должное, вот эти 22 суток, и теперь от дома все хорошо. А не было желание попытаться как-то избежать этого срока? Все-таки не у всех есть желание идти в тюрьму, даже если есть осознание того, что это заслуживает. Ну, я мог отрабатывать, но травмы мне пришлось работать месяца 3-4 без выходных, и мне после травмы бывают головные боли, и мне действительно тяжело просто все это. То есть вы решили ускорить процесс? Я пробовал отрабатывать, ходил, но потом я просто не смог работать без выходных, и я перестал ходить на эти отработки, и мне присылали повестки на суд новый, но они свалили на другой адрес, по которому не живу. Я уже после этого суда по факту узнал, что мне изменили меру наказания на тюрьмное заключение. Хорошо, я хочу вернуться все-таки к бытовым условиям содержания под стражей. Как строился распорядок вашего дня, как были условия в плане бытовых? В 6 утра был подъем, в 6.30 у нас был завтрак, потом мы занимались личной единой, уборкой помещения. А так, в принципе, каждый сам себя занимал. Был распорядок напечатанный, но придерживались только обеда, ужина, завтрака, вот то, что было ключевое. Вот чем, в общем-то, занимаются заключенные? То есть они встают в 6 утра, и как дальше? Смотрят телевизор, читают книжки. То есть свободное время включить? Все время, свободное время, да. Есть рабочие отряды, но это те, кто сидят в большие срока, и те, кто хотят выйти на условно-досрочное, они идут в эту рабочку. Они так называются в этой среде. Но эти люди не самые уважаемые в тюрьме, потому что считается, работать для них это за подгон. То есть получается, что, в общем-то, вот эти вот традиции, описанные еще у Солженицына, у Довлатова, они остаются в этой тюрьме. А язык общения какой? Русский язык общения. Удивительно, вот как попал утро, что там по латышски вообще не разговаривают, и причем, что этот вопрос принципиальный. И включая персонал. Ну, персонал, да, но они между собой могут по латышски разговаривать, но заключенными не по-русски говорят. То есть вы сказали о том, что это принципиальный вопрос. То есть если человек, там, допустим, осужденный, для которого язык родной является, латышский, говорит на родном языке, у него могут возникнуть какие-то проблемы? Да, у него могут возникнуть проблемы разного плана, да. Ну, обычно люди очень быстро учатся, даже если вот приезжают откуда-то из хуторов, из деревень. То есть люди, которые никак не могут знать русского языка, они очень быстро обучаются ему. Ну, потому что в той среде это принципиальный вопрос. Я не знаю, ну, это не из-за национализма, а так как бы устроены тюрьмы, эти порядки, и они пытаются этих порядков поддерживаться. А вы нашим коллегам до того, как начали отбывать этот срок, говорили, что вот берете с собой книжки, будет время подумать, почитать. Чем сами себя занимали? Читал, но свои книжки я не читал. Там был шкаф с книжками, там тоже, ну... То есть в камере прямо? Да, у нас вот, ну, на отряде был шкаф такой вот с книгами. Ну, книги там всякие лежали, детективы в основном, да, ну... Ходил с ребятами, общался тоже, смотрел, кто как живет, что как делать, ну... Ну, было, скажем так, время подумать, не знаю, там, осознать или у вас это уже давно произошло? Не, ну, как бы я... Это наказание очень сложно привязать к тем событиям, которые тогда случились, потому что я даже и по факту, и не помню, что я делал в тот день после особенно травмы и того, что пять лет прошло. Ну, я просто смирился с тем, что если меня осудили, я по факту уже брал эти камни в руки и по факту участвовал в беспорядках. Ну, значит, ну, это юридически выглядит так, и, значит, я юридически должен за это ответить. А как вы сейчас по прошествии пяти лет смотрите на события вот 13 января? Как вы туда попали? Вот 16-летний мальчик. Вроде люди перешли протестовать против экономических проблем, у кого-то нет денег на выплату ипотеки, у кого-то нет денег на то, чтобы детей кормить. А вы там как оказались в 16 лет? Ну, я с самого детства интересовался историей, политикой, и тогда я знал, что будет митинг, и я вот смотрел в свои 16 лет эти репортажи из Западной Европы, где люди участвуют в беспорядках и показывают власти свои зубы. Ну, как бы, ну, я считал, что в ответственный народ тоже должен проявить вот эту инициативу. Просто позже я понял, что это была чисто полицейская провокация, потому что по факту они не предотвращали эти беспорядки. Очень много было полицейских гражданском, они могли сразу же выдёрлить провокаторов из толпы. Но они ждали, пока того пара загореется, они снимали на камеры, как грабят магазины, как переворачивают машины, и они в эти конфликты не вступали, а уже потом начали людей всех арестовывать. Ну, хорошо, а если вернуться к идеологическому аспекту, я понимаю, что 16 лет – это человек, другой человек, в общем-то, нежели даже 21, там, наверное, в этом возрасте быстро меняются психологии. Но, так или иначе, вы говорите «показать зубы власти». Вот какие зубы и на что, чем мог быть недоволен 16-летний подросток? Ну, просто я в тот момент был панком. То есть это был такой эмоциональный момент? Да, это был эмоциональный протест, и была такая мысль, что народ должен, ну, добиваться своих прав. Если мы не можем забиться законным путём, значит, мы должны показать, что вот, если вы будете предпринимать какие-то действия, не считаясь ни с кем, то будут переворачиваться машины или гореть магазины или что-то в таком духе. А у вас было понимание того, какие конкретно действия вам не нравятся? Ну, в тот момент основное требование – это был распуск Сейма, переизбрание Сейма. А в второй момент – они хотели взять этот огромный кредит. Эти люди 4 года побудут в власти, уйдут с власти, а нам этот кредит потом выплачиваются с наших налогов и так далее. Ну, это с такой стороны всё звучало. Это, конечно, ну, глупо представлять, что вот 16-летний парень что-то думал и так далее. Многие люди именно с этой стороны относятся ко мне плохо, что я мог там подумать, какую я мог иметь свою позицию. Но позиция была другая проблема, что нас, грубо говоря, использовали там, потому что теперь ни один человек никогда больше в Латвии не выйдет на беспорядки. Каждый человек знает, что за это могут осудить его, поставить в тюрьму. В принципе, беспорядки – это не выход, но в том виде, как у нас существует система, как люди принимают свое участие в этой политической жизни страны, у нас всё строится или на национализме. Ну, вот в Литве правительство, насколько я понимаю, выбирается, исходя из экономических соображений, потому что у них в 92-м году или в 91-м всем жителям страны были даны права граждан. А у нас работает принцип «разделяя властвую». И этим принципом многие пользуются, как и латышские политики, так и русские политики. А как вы теперь собираетесь проявлять свою гражданскую инициативу? Если говорите, что беспорядки и не выход, то как? Я решил, что моя жизнь не связана, мой жизненный комфорт с моей гражданской инициативой. Я занимаюсь собой, своим духовным ростом, и вот моя жизненная счастье зависит лишь от меня. А теперь я не связываю с государством или с происходящим вокруг. На выборах участвовываете вы граждане? Нет, я не ходил на выборы. Я считаю, что не надо, как бы голосовать в Латвию. Вот эта история, что вы пострадали и стали таким первым, и наиболее сильно пострадавшим в результате беспорядков, как-то изменила вашу жизнь? Да, изменила очень сильно. Ну, во-первых, я столкнулся с таким феноменом, как медные трубы, потому что можно пройти огонь и воду, но очень сложно пройти вот это внимание, потому что очень много людей вокруг меня, которые, по своей сути, люди недалекие, они говорили, ой, Эдгар, молодец, ты правильно сделал, что шел на беспорядке. И главное, не уподавливаться их мнением, потому что действительно он может себя почувствовать на волне. То есть был соблазн? Ну, в 16-х был соблазн. Измениться, стать лицемерным. Ну, ты потом начинаешь замечать, что люди, которые говорят себе вот эти эти... подбадривают тебя именно на этой волне. Они сами ничего не понимают, и, ну, этих людей слушать не надо. А, ну, вы же там были не один, в принципе, вы говорите, кто-то подбадривает, но, наверное, не один вот Эдгар пришел на Домскую площадь, 13 января. То есть компания какая-то или что? Как это происходило? Нет, я говорил о том, что было после беспорядков, когда я уже пострадал, и очень многие люди ко мне потянулись. Но им нужен был не я как личность, а именно то, что со мной случилось. Ну, хорошо, но а в тот день, конкретно, 13 января, вы туда один пришли, или все-таки была компания, которая была настроена примерно так же? Мы пошли на митинг, вообще никто не представлял, что будет ли это беспорядок, и они случились, по сути, спонтанно. А компания моя, она ушла потом. С этого митинга я один остался там. И потом им уже сообщили, что меня ранили, и они вернулись. Вы помните этот момент, когда вас ранили? Да, помню. Вот нас оттеснили от сейма, от здания, на улицу Трокшню. Там стояло 7 или 8 бойцов Альфы в ряд. И мы подбегали и кидали кусками льда в них. В принципе, в 15 метрах вокруг не было ни одного человека. Я вот приблизился на 10 метров, чтобы кинулись куском льда. По этим сотрудникам полиции услышал хлопок и упал. Стрелял у меня командир роты Альфы, фамилия Уманис. То есть вы его видели, стрелял? Вы или потом уже... Я был лицом к ряду полицейских, услышал хлопок и упал. А вот политики сейчас, и в общем-то не только политики говорят о том, что ну да, возможно, действительно, стрелял кто-то из Альфы. Но в принципе это не доказано. Так это в итоге-то доказано или не доказано? Ну, мы ничего не смогли доказать, потому что, во-первых, пропали видеокадры с этой улицы. Во-вторых, они... Ну, когда я попал в больницу, ко мне долго не приезжал следователь. Они пытались это дело замять. Они пытались дождаться, пока у меня заживут раны, чтобы нельзя было установить следствие, чего получена рана. То есть вот даже, ну, такая история, если человек какого-нибудь бездомного на улице побьют, да, ему в тот же день приезжает следователь. У меня следователь приехал через 4 дня только в больницу. И они пытались оттянуть экспертизу. Ну, вы пытались начать какое-то дело? Мы начинали дело, да, но мы прошли все инстанции и принимались показания лишь сотрудников Альфы. У нас в руках есть распечатка журнала Альфы, где им выдали 64 резиновые пули, а они вернули 61. И они не утверждают, что они эти пули потеряли. Ну, это абсурд. Так в итоге ваше дело, оно... Оно было закрыто. Оно было закрыто еще в 2010 году. Мы прошли все инстанции. И они закрыли это дело абсолютно. То есть полиция закрыла? Эдгар Горбань, участник беспорядков 2009 года, гость нашей студии сегодня. Прервемся ненадолго, новости, реклама, а потом вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Ну, мы продолжаем. Это программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает на звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня Эдгар Горбань, участник беспорядков 2009 года, который вчера вышел из заключения. В тюрьме он провел 22 дня. Давайте напомним телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь. Есть у нас также видеочат на портале Микснис ЛВ, там тоже можно задавать свои вопросы. Эдгар, вот ты нам за эфиром рассказал о том, что давление на тебя оказывали не только следователи, но и врачи. Как ты попал в больницу с травмой глаза, что там произошло? Ну, я удивился в своем отношении врачей, потому что они очень пренебрежительно относились ко мне. Насколько я знаю, заведующее отделением состояло в партии в Весу Латвии. Ну, это, насколько я помню. Я не могу это браться утверждать. И это как-то проявлялось? Это проявлялось в отношении. Я заходила в палату, она оскорбляла меня, она говорила, что дурак, зачем туда пошел и так далее. Я думал, что это миссис Ричка какая-то. Ну, я лежал и не видел, кто это был. А потом мне мама сказала, что это было заведующее отделением. Врач, который меня оперировал, у меня чуть не оставил инвалидом вообще ног по глазу. Это каким образом? То есть он проводил операцию, он должен был вырезать остатки глаза и купировать нерв. Он не купировал нерв, нерв начал воспаляться. И уже когда я поехал в Москву, я узнал о том, что у меня есть вероятность потерять зрение на втором глазу. А как ты попал в Москву? Нам помогли с Дома Москвы, нам предложили помощь. Есть фонд в России, который помогает русским людям по всему миру. Ну, это большое спасибо именно Дому Москвы за всю эту помощь оказанную. То есть они сами с тобой связались? Да, они сами связались. Но у меня родители были очень растерянные, подавленные после всего этого. Мы не знали, что делать, просто нам действительно помогали очень сильно. И в Москве ты встретил того следователя, который вел мое дело. Я его встретил в отеле, в кафе, в подвале там, да. Он пытался проскочить мимо, но его мама схватила за руку. А когда спросили, что он там делает, он сказал, что приехал на повышение квалификации. Это следователь, который занимался каким делом? Занимался делом, где я пострадавший. Которое в итоге было закрыто. Да, которое было закрыто, потому что не нашли состава преступления в нем. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу вот этого мальчика, да, конечно, я хочу сказать, что, конечно, ему надо пожелать здоровья, смелости, достоинства. Следователь, который повышает квалификацию в России, будучи в Латвии, очень оригинальное, конечно, было заявление. Но вы же понимаете, что если государство хочет что-то займять, закрыть, никогда это следствие не будет открыто. Ну, оно будет погашено. Так вот, я хотела спросить, а есть возможность этому мальчику помочь в европейском суде, так как помогли у нас к Шиловскому? Я, наверное, путаю фамилию, да? Денис Шиловский, да? Да, да, может быть, ему можно помочь. У нас же хороший адвокат вел, да, это дело. Может быть, и ему надо помочь. Но нельзя это все так оставлять. Вы же понимаете, что это просто безобразие. У нас двойные стандарты. Все, что делается в Украине, да, на Майдане, это все правильно, это все очень хорошо. А у нас это просто безобразие и бунт. Вот у меня такая просьба. Может быть, поможете мальчику? Спасибо. Кстати, в Европейский суд по праву человека вы планировали обращаться? Ну, у нас просто не было ни сил, ни средств на тот момент. Для этого нужна доказательная база. Были видеокадры с той улицы, видеокадры пропали. Может быть, они до сих пор у кого-то есть? Видеокадры были изъяты полицией, и потом их съел вирус на компьютере. Хорошо, но у тебя самого есть желание продолжать судиться, идти в Европейский суд? Ну, я чувствую себя полноценным. У меня жизнь моя хороша, у меня все в порядке. То есть, я не чувствую себя жертвой. Найти из-за принципа кому-то что-то доказывать, я точно не хочу этого человека. Я простил все, что он сделал. А ты с ним общался? Нет, я его не видел никогда. И он тоже не пытался выйти. Нет. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. У меня кратких вот три вопроса. По истечении вот этого времени, можете ли вы утверждать, что те события, да, хотя бы показали нам, насколько, во-первых, труслива латвийская власть, насколько она боится народ свой, да? Это первое. Второе. Вот так сказать, общались ли, ну, скажем так, вся политическая общество нашей страны довольно раздрубленное, да? А кто-нибудь, так сказать, из оппозиции там к вам обращался с какой-то предложением помощи или, скажем так, использует вас как знамя, так сказать, в своей борьбе, да? Спасибо, да. Вот, например, была создана Владимиром Линдермана партия 13 января. Может быть, какая-то помощь оказывалась со стороны политиков этого или, может быть, других? Ну, первое время Линдерман утверждал, что он будет нам помогать, поможет найти юристов, адвокатов, которые будут защищать нас. Но случилось так, что когда в 2012 году начались все суды, Линдерман не пришел ни на одном заседании. Я не могу утверждать, но я считаю, что Линдерман популист, и он использует лишь темы популярные в общественной и информационной среде. Вы обращались к нему за помощью? К нему нет. Или к представителям его политической партии? Нет, я считаю, что к этому человеку не стоит обращаться за помощью. Какие-то другие политические партии выходили с вами на контакт? Ну, нам предлагали память, партия Родина, но они абсолютно неадекватную помощь предлагали. Предлагали адвокатов взамен того, чтобы моя мама вступила в партию. Их не главный аргумент был, что у них в партии уже есть два Путина, один Медведев. То есть, это люди несерьезные. Это популисты, которые пытаются на гребне волны себе сделать какое-то имя. Но мы, конечно же, не решились на этот шаг, потому что это не стоит того. Игра с вещь не стоила в этой ситуации. А еще один вопрос радиослушателей заключался в том, насколько вы согласны с тем, что события 13 января показали трусливость нашей власти. Как сами оцениваете? Ну, власть постоянно доказывала свою трусливость. Она не могла держать свои обещания никогда. Это первое, да, то, что связано и с гражданством, и с экономическими обещаниями. А другой вопрос, что люди, которые пришли к власти за счет этих беспорядков, они очень быстро про нас забыли, потому что Дом Росли стал премьером после беспорядков. Случились перестановки в кабинете министров. И они очень быстренько забыли, за счет чего они пришли в эту власть. Хорошо, но многие сейчас говорят о том, что после событий 13 января, особенно после судебных процессов, в принципе, никто уже протестовать, бастовать таким образом не пойдет. На ваш взгляд это плюс или минус? Я не знаю. У нас, во-первых, люди очень пассивные. Да, и вопрос лишь в другом. Ну, если у нас такая есть национальная пассивная, значит, мы можем решать вопросы другими путями. Но вот эти пути не выходят. У нас лишь общество бьется на латышей, русских, на тех и других. И это разделяя власть уже никуда не годится. Они столько лет держат свои власти, они те же люди, лишь на том принципе, что люди постоянно разделены. И для начала нужно самим прийти к такому пониманию, что мы живем в одной стране, и нам нужно строить одно общество. Но вот 13 января на Домской площади и около Сейма были и латыши, и русские. Ну вот, это действительно было событие, которое объединило людей. Вот на Украине есть восточные украинцы, западные украинцы. То есть там немножко по-другому. Это люди разделяются по этому. А на 13 января было лишь правительство и люди. То есть мы не делили себя на русских ватыша, и там не было ни проскакива этого. — Провокаторы были на Домской площади 13 января? — Трудно сказать. Скорее всего были, потому что этого папа просто так не завелось. То есть вы не видели, не слышали каких-то людей, которые призывали границу. — Появились в возгласе под конец вот этого митинга, что нужно идти к Сейму. — А почему вы сами пошли? Вот потому что кто-то рядом пошел, друзья пошли. Не знаю, интересно стало или вы тоже эти провокаторы видели? — Да, мы пошли к Сейму, и потом начались вот эти кидания камней. Я начал принимать участие в этом. — То есть это такой процесс эмоциональный? — Да, эмоциональный процесс. Засядет беспорядки. 16 лет было тройно. — А где камни брали? Потому что были слухи о том, что туда кирпичи подвозили в машину? — Вопрос остается открытым, потому что зимой невозможно выломать камень брусчаточный. — Вы пытались это делать? — Камни лежали сложенные кучками. — Камни, которые как бы брусчатка? — Да, брусчатка. Там то ли якобы был ремонт, то ли еще что-то. Но вот именно я конкретно помню, что около Сейма были брусчаточные камни, выложенные кучками. Было очень много полицейских без формы, то есть в гражданском. Они могли с самого начала... — А как вы поняли, что это полицейские? — Я уже после беспорядков смотрел эти все записи, и было видно, когда люди, которые рядом с тобой стояли, и наблюдали, как ты кидаешь, и они уже там через час какой-то начинают выдерливать людей из толпы и вязать их, крутить. То есть они могли изначально провокаторов останавливать, но им, как насколько я понимаю, нужно было показать вот эту толпу пьяную, которая громит магазин, переворачивает машины. Когда я смотрел... Ну, я в этом эпизоде не участвовал, да, а уже находился в больнице. Но когда грабили магазин ЛБ, то бойцы Альфы просто стояли, наблюдали, давали журналистам снимать и фотографировать. Это дает шанс преподнести уже людей, не как политически каких-то людей-борцов, не тех, кто вышли бороться за свои права, а уже как мародеров. — Хорошо, но если это люди, которые вышли бороться за свои права, зачем им нужен алкогольный магазин? — Я вам объясню. У нас вот в уголовном деле половина людей была, те, кто ранее сидели, и они почти всю жизнь под сюром провели, а вторая половина людей была, которые имеют высшее образование. Там были разные люди абсолютно, и очень смешали вот все эти эпизоды, потому что в одних эпизодах участвовали одни люди, а в других эпизодах другие. Но в итоге мы все вместе и участвуем в беспорядках. — Вопрос из видеочата мы получили. Считает ли Эдгар, что на момент событий 13 января он был юным активистом каких-либо радикалов, русских нацболов? Примыкал ли он к какой-либо организации? И договаривались ли они изначально в интернете, например, о своих действиях? — Нет, я не примыкал к никакой организации, даже не был знаком ни с кем лично, ни с Линдерманом, ни с какими другими левыми радикальными организациями. — Ну, в принципе, какие-то политические взгляды у вас на тот момент были, ведь у многих партий есть какие-то молодежные ячейки. Не знаю, если даже это не молодежные ячейки, то это какие-то могут быть нормальные абсолютно совершенно организации. — Ну, я в том возрасте уже относился с опаской к этому всему, потому что я понимал, что вот именно в том виде, как они себя представляли, это слишком радикально для Латвии. В Латвии нужно строить мост в обществе между людьми, а не заниматься тем, что разделять общество. — И вот наша радиослушательница пишет о том, что Эдгар молодец, развитый, разумный и вообще демонический красавец. — Спасибо. — Давайте примем звонок. Сорвался звонок. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон прямого эфира. Эдгар Гормань, участник «Беспорядков» 2009 года, гость в нашей студии. Сегодня у нас звонок. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — А можно вот у него спросить, чтобы он оставил свои контактные данные? У меня похожая ситуация, да, тоже мне будут судить, 10 лет там грозит. В общем, я хочу проконсультироваться, но связано тоже вот с такими же похожими. — Позвоните, пожалуйста, секретарю на нашу радиостанцию, оставьте свои координаты, и мы передадим их Эдгару. — Какой номер секретаря? — Посмотрите, пожалуйста, на сайте mixnews.lo. — Ага, ясно. — И оставьте свои координаты, мы обязательно передадим. — Да-да, хорошо, спасибо. — 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните, также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. И вот пишет наш радиослушатель о том, что мне кажется, что парень интересный по развитию, зрелый и умный. Первое впечатление. И другая наша радиослушательница пишет о том, что парень отличный. И вот вопрос, который уже идет после того вопроса, который я зачитал. После событий, как известно, подняли много скриншотов всех форумов, где молодые русские надболы организованно переписывались, в том числе и ваши товарищи. Вам что-то известно об этом? — Ну, я не понимаю, кого считают за моих товарищей. — В каких-то форумах вы обсуждали эту ситуацию? — Нет, в том-то и дело, что я не был связан со всеми этими организациями. Даже тот момент, что меня засосало толпой, я оказался на беспорядке случайно, это сказала моя мама. И она была просто испугавшись на первых днях, и потом эти частые слова именно приписывают мне. Но я считаю, что если люди ищут до чего докопаться, они все равно докопаются. Мне не нужно с ними вступать в споры, что-то объяснять. То есть, этих людей уже начали какие-то проблемы, если они ищут их. — Давайте еще звонок примем. — Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. — Добрый день еще раз. — Теперь я хочу выразить признание человека в этом, его мужество о том, что он сейчас рассказывает. И второе, а все-таки какой выход у этой страны? Есть какой-то выход с вашей точки зрения? Спасибо. — Спасибо. Ну, такой вопрос глобальный, но тем не менее. — Выход, чтобы, во-первых, для русского общества, выход перестать считать, что такие люди, как Линдерманы, защищают их. Потому что эти люди лишь подливают масло в огонь и разделяют общество. Даже если вы хотите представлять, мы хотим себя представлять как русское общество, то мы должны иметь лидера, который не будет заниматься разделением общества на две части. Выход есть в молодежи именно, потому что у нас нет этой памяти долгой, да, и мы можем между собой строить уже мост и общаться. Я вот вижу, как русский молодежь общается с латвийской молодежью, и когда мы перестанем смотреть на друг друга с какой-то, ну, угрызкой, да, тогда мы сможем строить действительно нормальное общество, и это общество сможет выбирать для себя нормальное будущее. — А среди твоего поколения есть какие-то проявления бытового национализма? Вот, ну, примерно, не знаю, принципиально не буду уходить туда, потому что там латыши или... — Я скажу так, что люди, которые, обычно русские, которые не любят латыши, они с этим латышем почти никогда не сталкиваются. Люди, которые сталкиваются с другими людьми, они, ну, не имеют возможности подумать, если нет ничего плохого, а чаще всего боимся того, чего не знаем. — А та часть общества, которая сейчас 20-25, вот в этой части общества, на твой взгляд, есть какое-то разделение реальное на латышей и русских? Вот два информационных пространства, не знаю, отдельные клубы, бары... — Ну, вот когда идешь по старой лиде, можно увидеть, что вот именно в одних барах и в клубах стоят вот русские, в других латыши, но как такового нету. Я вот больше это вижу за старшим поколением, потому что они чего-то не могут себе простить, каких-то своих ущемлений о своих правах, еще чего-то, вот их память это мучает. — Вот ты говоришь, что ты сейчас живешь без какой-то гражданской позиции, если я правильно тебя поняла, что твой комфорт от этого не зависит. У тебя не было мысли уезжать куда-то в другую страну, в принципе, довольно популярная идея? — Нет, это была прямая родина, у меня здесь хорошо, я считаю, что нужно добиваться здесь своего комфорта. Причем, что это вполне вероятно. — А как можно добиться этого комфорта без проявления какой-то гражданской позиции? — А найти свое место в жизни. Если ты находишься на своем месте в жизни, то у тебя все будет хорошо, все будет идти в руки. — То есть не знаменитый подход? — Ну это чисто духовный подход, потому что я не пытаюсь связывать именно свои внутренние ощущения с тем, что происходит вокруг, потому что мое настроение формирует только я сам. — То есть несмотря на то, что тебя не устраивает правительство, СЭИМ, депутаты, экономическая ситуация и так далее, и так далее? — Ну в конце концов, мое хорошо зависит от того, что я делаю каждодневно, каждую секунду, и мне стоит больше задумываться именно над этими действиями. — То есть жить помимо государства, как-то вот мимо? — Ну почему мимо? Ты просто можешь не привязывать себя к этому. Люди, которые считают, что они входят в политическую жизнь, они просто заморачиваются на каких-то вещах. То есть они от них не свободны, да, но можно чуть-чуть свободнее мыслить. — Давайте еще звонок. Примем Эдгар Горбань, гость нашей студии сегодня. Здравствуйте. — Алло. — Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. — Алло, здравствуйте. Вы знаете, я, честно говоря, просто поражена. Человек пришел на эту демонстрацию, на этот протест. Его толпа куда-то там занесла, и сейчас вот везде ваши отзывы о том, что он такой герой. Он берет камень, бросает в другого человека, и он считается героем. Слушайте, а что это вообще такое? Прежде чем брать в руки камень, надо самому было бы сто раз подумать о том, нужно ли тебе брать этот камень или кусок льда. Потому что сегодня ты взял камень, лед, а завтра ты возьмешь вот эту вот бутылку с зажигательной смесью и будешь бросать в другого человека. Неважно, полицейский он или кто он. Он человек. Он тоже отец какого-то ребенка. Он муж чей-то, и он сын чей-то. Все, спасибо большое. — Спасибо. Если бы у вас была возможность изменить ситуацию, поменять прошлое, что бы вы сделали? — Ну, я считаю, что сейчас бы, конечно, поступил совсем иначе, потому что ситуацию нужно менять умом, а не силой. Грубая сила ничего не значит. Ну, на тот момент были глупые детские представления, что это действительно что-то может изменить, и я придерживался их. Сейчас, конечно, поступил бы по-другому. Вернее, вообще не пошел бы на эти беспорядки. Что беспорядки сразу кому-то выгодны. Это толпа, это масса, это движение, это радикальная какая-то сила. Нельзя прийти через зло или агрессию к хорошему, к чему-то, к доброму. — Вы считаете, что вы заплатили за эти беспорядки слишком высокую цену? — Нет, я считаю, что вообще никакой цены нету. Сложилось, как сложилось, я поимел какой-то жизненный опыт, и я продолжаю... — Но вы лишились глаза, это первое. Потом вы еще отбыли наказание 22 дня в целом. — Ну, я могу относиться к этому как к какому-то негативному событию, я могу относиться к этому как к опыту и пытаться научиться чему-то, чтобы больше не попадать в такие ситуации, чтобы не иметь таких грубых представлений. — Хорошо, но учитывая последний звонок, вот у 16-летнего подростка в голове, когда он брал этот камень, лед или что бы то ни было, не возникало мысли, что он сейчас может кому-то попасть в голову, и кто-то может умереть? — Нет, было чувство правоты в том-то и дело. — Ну, то есть вот это чувство правоты, оно перекрывало какие-то гуманистические соображения? — Полностью перекрывало. — Еще один вопрос из нашего видеочата. Наша радиослушательница просит поинтересоваться, правильно ли она понимает, что таким взвешенным, мудрым и вообще приятным человеком, вот эта цитата, вы стали именно благодаря той потере и боли, которые пришлось пережить? — Не только благодаря, но просто это чему-то учит. Я мог озвереть, мог там пойти и принять какую-то жесткую позицию, но просто жизнь показывает, что ты живешь, все вокруг меняется, а ты, по сути, ну, нужно уметь быть свободным, подстраиваться к тому, что происходит вокруг. И это естественная сила, потому что если человек жесткий, то если ветер сильно подует, будь ты хоть самой жесткой паукой на этом дереве, ты все равно сломаешься, а вот быть зеленым, упругим, ростком, это действительно сила, действительно свобода. — А вот эти такие философские, не знаю, пассажи, извини, если оскорбительно звучит, они у тебя откуда? Ты книжки читал, в церковь ходил, не знаю, с родителями общался, с друзьями. Как ты вот это все переживался? — Ну, у меня очень обширный круг общения, общаюсь с разными людьми, мне действительно многое интересно, и это мне помогает объяснять какие-то вещи, какие-то мои поступки, меняться, в общем. — А скажи, а вот ты пытался как-то или, может быть, доводилось общаться с людьми, которые стали твоими товарищами по несчастью, которые тоже были осуждены за события? Что они думают по этому поводу? — Ну, ничего, я как бы половина людей, которые присутствуют в этих беспорядках, они там вообще оказались только, они не знали, что они там делают. То есть я шел на митинг, я не знал, что будут беспорядки, да. Когда начались беспорядки, у меня появилась какая-то странная мысль, что это правильно. А вторая половина людей, они просто шли мимо, они говорят, о, там камнями начали кидать, мы приезжали тоже кидаться, понимаете? Но это люди абсолютно недалекие. — А что ты слышал в толпе, когда ты кидал эти камни? То есть там были какие-то действительно политические лозунги или недовольство экономики? — Сейм, вот, захватить здание Сейма. — А дальше как бы развития мыслей не было? — Насколько это глупо не звучало. Ну, я считал, что есть такая практика в Западной Европе, когда люди противятся каким-то решениям политическим, да, и когда нету рычага социального, общественного, то они проявляют именно вот эту крайнюю меру беспорядки, да. И тогда власть имущие уже имеют представление о том, что их действия в корне неправильны. Другое то, что я видел, что вот еще и русские мести, поэтому это придавало какое-то ощущение правоты. — Хорошо, я хочу вернуться к 22 дням твоего заключения. Ты выбрал эту меру пресечения в качестве альтернативы, чтобы не потерять работу. Вот чему тебя научили эти 22 дня? И научили ли чему-то? — Ну, я посмотрел жизнь вообще, понял, что тюрьма — это то заведение, куда вообще лучше не попадать, по сути. Какие бы там порядки не были, ну... — А какие там порядки вот сейчас? — Ну, как объяснить? Там нету порядка силы. Там есть порядок вот этих непонятий. — Там есть авторитет, да, смотрящий. — Да, авторитет есть, смотрящий, да. Вот именно все на этом держится. То есть полицейские никакой реальной власти там не имеют. Они могут лишь наказать человека за какие-то его проступки, но вот все вопросы решаются именно через вот этих смотрящих, как их называют болотными. — Но, тем не менее, ты рассказывал за эфиром о том, что, в принципе, те же люди, которые осужденные за сексуальные преступления, за педофилию, которые в этой тюремной иерархии находятся в самом низу, их все-таки не трогают в тюрьме. — Да, потому что администрация будет нести ответственность с человеком, что-то случится. Ну, и поэтому этих людей особенно охраняют. Например, там, насколько я слышал, там сидел один педофил, и у него была кнопка. — То есть перевожная кнопка, да? — Да, ну, чтобы с ним ничего не сделали. И люди, которые с ним сидят, они подписывают специальную бумагу, что в случае чего им добавится 3 года к сроку. Это я слышал. — А есть мнение о том, что, посидев в тюрьме, человек уже меняется и бесповоротно и окончательно. Вот ты это почувствовал, может быть, на себе или на тех, кого ты там видел? — Ну, если бы по 3 года сидел, может, и поменялся бы, да. Ну, поломалось бы мировоззрение само. А так с 22 дня ты только присматриваешься, но ты сам не принимаешь в себя вот эти порядки все. — А тебе это вообще, может быть, было интересно или как? — Ну, первое время было страшно, если честно. А потом, ну, нормально все. Ну, главное присматриваться, иметь свой ум, потому что нужно вначале присматриваться к людям. — Тюрьма лечит или калечит, вот как ты считаешь? — Я считаю, что каждый человек сам себя или лечит, или калечит, и это уже без разницы, куда он попал. Но я попал в тюрьму, потому что совершил этот поступок, и за него ответил. И не считаю, что это было каким-то верхом несправедливости. 22 дня, но это не так страшно, по сути. Я могу сказать, что я больше, наверное, научился там, потому что, ну, ничего, я там не потерял такого. — Извини, может быть, как-то грубо звучит, но как бы ты себя чувствовал, если бы твой камень действительно в кого-то попал, вот как говорила наша радиослушница, в голову, если бы действительно кто-то пострадал? Вот как бы сейчас, не знаю, складывалась твоя судьба? — Ну, я не разделяю людей на обычных людей или полицейских. Я думаю, что я все-таки переживал бы за этого человека. Не тот самый момент, а после, потому что, ну, я все-таки считаю, что то, что мы там делали, это было отчасти неправильно, потому что это, по сути, эти беспорядки были спровоцированы чем-то. А мы купились на эту провокацию. Так что, ну, есть расклады, когда ты все это делаешь и придумываешь, а есть, когда себя используют. — Ты считаешь, что твоя жизнь 13 января 2009 года разделилась на до и после? — Детство закончилось. — То есть это был переломный момент? — Да. Давайте еще один звонок под занавес эфира примем. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я слушаю молодого человека. Эдгар Гордон. Звучит красиво. Жертва принесена. Ошибки пройдены, уроки извлечены. Надо двигаться только дальше. Хорошо образован. Хорошо умеет говорить. Быстро отвечает на вопросы. Прямая дорога в политику. Прямая дорога в политику. И выборы достаточно быстро. Я бы не знаю, я понимаю, что человек как бы относится, слышал его мнение, что он говорит о том, что голосовать не за кого. Но пусть подумают, все-таки может не присоединиться к тому же центру согласия. И там и молодые депутаты в Сейме работают. Не надо Сейм захватывать силой. Есть другой законный порядок, где можно стать депутатом и делать ту работу, о чем вы сегодня говорили, и добиваться того, чего вы хотели. Спасибо, очень коротко, Эдгар. Все-таки оставляете себе возможность в перспективе войти в политику? Просто нужно прийти к этому. И когда я почувствую, что действительно это могу, то это само случится. Но сейчас этого не чувствуете? Я просто не знаю, с какой себя силой связать. Потому что я смотрю на то, что происходит. И это часто бывает именно, ну, играется на каких-то контрастах, да. А хочется видеть именно трезвые головы. Но сейчас вы безработный. По факту, да. А почему, кстати, не удалось сохранить работу на стройке? Ведь, насколько я знаю, вас в тюрьму отпустили, благословили, если можно так сказать. Мне так сказали, во всяком случае. Но работа идет дальше, и пока вот никак. Пока что я ищу работу. Вот даже если бы я мог попросить, если кто-то мог бы предложить какую-то работу, обращайтесь. Эдгар Горбань, пострадавший в результате беспорядков 2009 года, был гостем программы «Разворот». Спасибо тебе большое, что пришло. Эфир провели Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Мы с вами не прощаемся, вечером встретимся в программе «Войск контроля». До встречи.